Девушки отдыхают Чан Ян не могла себе представить, что жизнь приведет ее сюда, в страну изобилия. Теперь она и ее семья живут в Сеуле, динамичной столице Южной Кореи. Они родом из одной из самых изолированных и подавленных стран в мире. Там Чан Ян провела свое детство, страдая от голода. Чан Ян выросла в Северной Корее, также известной как Корейская Народная Демократическая Республика. Там в 1990-х годах случился масштабный голод. Согласно подсчетам ООН, около двух миллионов человек погибло от голода. Трагическое разделение Кореи произошло несколько десятилетий назад. В 1950 году полуостров был поделен на две части в результате одной из самых жестоких гражданских войн в истории. Совет Безопасности ООН вмешался в ситуацию, призвав прекратить огонь и отправив в страну военных. В течение трех лет дипломаты и войска восстанавливали мир. В итоге между двумя сторонами была установлена демилитаризованная зона шириной в 4 километра. Но, несмотря на прекращение огня, техническая война между двумя странами продолжается. Совет ООН по правам человека поручил Марзуки Дорусману, независимому эксперту, провести расследование нарушений прав человека в Северной Корее. Это система, которая не имеет параллель в современном мире. В течение того, как его держать на своих собственных людей, в течение того, как его массивной высоты, в течение того, как его тоталистический контроль на живых индивидуальных гражданах. Получив запрет на въезд в Северную Корею, господин Дорусман может посещать только соседние страны. Сегодня он находится в Министерстве по объединению в Южной Корее, которое несет ответственность за воссоединение двух стран. Затем он встречается с молодежью в отделении по правам человека ООН в Сеуле. Там также находится Чан Ян Ю. Чан Ян рассказывает, как ей удалось сбежать. И ее ждало опасное путешествие через Таиланд, а затем воссоединение со своей семьей, которая сбежала из страны другим путем в Южной Корее. Преоритет господина Дорусмана помочь привлечь к ответственности. Виновных в нарушениях. Его доклады о ситуации рассматриваются на самом высоком уровне в Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке. Преоритет господина Дорусмана помочь. Преоритет господина Дорусмана помочь. Субтитры сделал DimaTorzok Этот репортаж был подготовлен Джилл Фиклинг для ООН.